Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала! Бывалые рыбаки подмечают, что июль это отличный месяц для ловли линяк, но только в том случае, если нет продолжительной знойной жары. В это время года уже вся рыба переболела после нереста и восстанавливает свои силы. А чтобы ваша рыбалка была еще более комфортной, в описании под видео вы найдете ссылки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Отправляться на линяк с поплавочной удочкой лучше часов 5-6 утра и ловить эту рыбу рекомендуют с прикормкой. В качестве прикормки применяются куски крупных рубленых червей в перемешку с обычным творогом. Также можно добавить панировочный сухарь. Место нужно выбирать около камышей или кувшинок, ведь там его любимая среда обитания. Линяк обычно ловят с берега, однако с лодки также можно успешно порыбачить. Но лодку для этого следует установить в 5-6 метрах от места лова, а удочку забрасывать к передней линии камыша или растительности. Эта осторожность не зря, ведь линь очень осторожная рыба, которая видит и чувствует опасность как в воде, так и на поверхности. Особенно успешна ловля линя в пасмурную погоду, когда идет мелкий и теплый июльский дождик. Такая рыбалка может порадовать на протяжении всего дня, вплоть до самого вечера. В качестве насадки применяют красного навозного червя, но лучше всего взять мотыля или очищенную от твердого покрова шейку рака. Клюет линь очень осторожно. Сначала поплавок начинает слегка покачиваться, затем покачивание усиливается с короткими перерывами. После этого поплавок либо уходит в сторону, либо сначала ложится и только потом быстро уходит под воду. Поклевка продолжается довольно долго, поскольку прежде чем окончательно заглотить насадку, линь некоторое время ее пососет, помнет кубами и только после этого проглотит. На клев линя в июле очень сильное влияние оказывает перемена погоды. Например, если идет понижение атмосферного давления, он может временно прекратить питаться, а после дождя линь всплывает в верхние слои водоема. И этот момент следует учитывать, ведь линя придется ловить в верхних слоях воды. А какой у вас есть опыт ловли линя летом? Напишите нам в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!